И сегодня мы будем обсуждать очень важную интересную тему, изменения правил нахождения иностранных граждан на территории Кыргызстана и, в частности, отмену визорана. Обеседовать мы будем сегодня с представителями Министерства цифрового развития, а также Министерства иностранных дел, которые готовы дать разъяснение по всем тем новым правилам, которые уже внедрены в Кыргызстане. Я скажу, что у нас в гостях очень много интересных и важных персон. Он, в первую очередь, это третий секретарь консульского департамента Министерства иностранных дел Кыргызстан Республики Азамат Калузбеков. Спасибо большое за то, что вы нас посетили. А также Бопулшева Диудас Дюрубековна. Это заместитель директора Департамента регистрации населения при Министерстве цифрового развития. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Дюрубековна. И Телена Ванара Гембердиевна. Это начальник управления документирования населения архивного дела Министерства цифрового развития Кыргызстан Республики. Я так понимаю, это человек, который знает про нас все и все записывает на карандашик. Ну, в первую очередь, у меня такой вопрос к представителю МИД. Азамат Калузбековна и Анара Гембердиевна вопрос. Кто был инициатором изменений и что для вас изменилось непосредственно в работе в законодательстве? Ну, давайте. Анара Гембердиевна начнем? Ну, как инициаторы самого законопроекта мы выступили в Министерстве иностранных дел в первую очередь. Конечно, этот вопрос, надо сказать, назревал давно, поскольку достаточно, вот, Кыргызская республика достаточно такая, как прогрессивная страна, достаточно давно применяет такую либеральную визовую систему, как вам известно. Да, уже, вот, например, там, с десятых годов у нас были введены ряд безвизовых режимов в одностороннем порядке, там, в Центральной Азии мы одни из первых это сделали и так далее, и так далее. И анализ предыдущих лет применения такого безвизового режима показалось, что отдельный иностранный город, к сожалению, злоупотребляет нашими либеральными правилами пребывания. И мы, вот, совместно с нашими коллегами из других госорганов, которые, вот, ответственны в сфере внешней миграции, долго обсуждали, и один из вариантов решения вопроса, чтобы контролировать, улучшить контроль за миграционными потоками, мы видели это как отмену визорана. Давайте, для тех, кто не понимает, поясним, что такое визоран? Ну, визоран – это такая, как бы, обыденная фраза для уже, ну, всего мира, это когда граждане иностранных государств обнуляют свое пребывание путем заездов и выездов, без оформления, там, каких-то соответствующих документов разрешительных. Это называется, так называемый, ну, визорана – это обыденная практика, ну, в практике используемое выражение, которое подразумевает в части государственных органов – это избегание ответственности. И, как бы, для обывателя это, конечно же, хороший способ продлить свое пребывание. Ну, это не является, ну, по сути, это же не было нарушением, это же закон допустил. Да, конечно, нет, надо отметить, что да, это законодатель сам позволял это делать, то есть такого за, грубо говоря, постоянное, постоянные заезды, выезды, какой-то ответственности не было. Но наряду с этим все время увеличивались случаи, когда иностранный гражданин, здесь он, по сути, работает, там, какой-то там учится и так далее, он не берет соответствующих разрешительных документов, но при этом осуществляет свою деятельность. То есть какой-то коммерческой деятельностью он здесь занимался. Соответственно, уполномоченные государственные органы, там, в лице Министерства труда и иммиграции, там, МИДа в части ВИС, там, МЦР в части регистрации, они не были в точной мере проинформированы об этом гражданине. То есть, что он делает, с какой целью пребывает. Да, мы видим его на границе, как он пересекает границу, ну, а дальше, что он в Кыргызской республике делает и так далее. То есть для нас это было немножко закрытой информацией. Вот. И отмена виза РАНа сейчас уже вот с 21 октября мы это начали применять, вступила в силу, соответствующие правила. С 21 октября мы уже видим большое увеличение обращений за соответствующими разрешительными документами. Анастасия, у меня к вам вопрос. Что для вас изменилось внедрением нового положения в регистрации иностранных граждан? Как это происходит непосредственно на местах, где это происходит? Да, хотелось бы отметить, что регистрация иностранных граждан, это порядок регистрации, не поменялся. Он осуществляется также согласно 689 постановлению о порядке регистрации иностранных граждан, лиц без гражданства на территории Кыргызской республики. То есть никоим образом порядок регистрации не поменялся. Вот как граждане регистрировались ранее, так они и продолжают. Что хотелось бы сказать гражданам, которые не поняли, наверное, норму нового постановления, которое было принято, это порядки пребывания. Здесь хотелось бы отметить, что при наличии легализации иностранного гражданина, лица без гражданства на территории Кыргызской республики, что подразумевается под словом легализация, это наличие регистрационного учета, это наличие визы, это, например, наличие статуса соотечественника, цифрового кочевника, никаких препятствий к регистрации и пребыванию нет. То есть человек, прибывший на территорию Кыргызской республики, согласно постановлению, он в обязательном порядке должен зарегистрироваться. Это не касается отношений тех иностранных граждан, которые пребывают на территории Кыргызстана. Согласно перечне, какие-то страны, они освобождаются, точнее, граждане, некоторых иностранных государств освобождаются на территории Кыргызской республики от регистрации на определенный срок. По истечении этого срока они уже обязаны зарегистрироваться. В частности, если, скажем, страны ЕС или страны граждане Российской Федерации, они освобождаются на срок 30 дней на территории Кыргызстана. Затем в обязательном порядке они должны осуществить регистрацию. Согласно постановлению 689 граждане ЕС, они регистрируются на срок 6 месяцев с правом продления его дальнейшего продления. Есть страны, с которыми у нас визовый режим, они обязаны зарегистрироваться на срок действия визы. Деда Зербековна, у вас есть какая-то статистика, которая может пролить свет на эффективность данного решения, которая инициировала МИД и которое было утверждено подменом? Смотрите, у меня есть статистика полностью за этот год. Ну давайте поднимемся. Да, у нас в этом году вообще новшество такое в сфере регистрации. Это с 24 июля мы перешли на регистрацию иностранных граждан через систему СВМ. Это система, единая система учета внешней миграции, держателем данной системы является ГКНБ. Мы с 24 года приступили к работе, плюс с 24 июля у нас регистрация онлайн еще. Можно онлайн регистрировать иностранных граждан. Поэтому, что касается именно вот этого постановления порядка пребывания, нового порядка, то никоим образом на регистрацию оно никакого влияния не оказало. Ожидалось, что количество зарегистрированных официально граждан, оно должно вырасти и, кстати, их деятельность должна быть более прозрачной. То есть достигнут ли тот эффект, который преследовал МИД? Ну, на сегодня, вот прямо на сейчас, я не могу вам сказать, за месяц, буквально месяц, да, прошло полтора месяца. За полтора месяца мы эту статистику пока не выводили. У нас есть статистика за 11 месяцев. Я могу поделиться. У нас за 11 месяцев получается 625 тысяч 23 граждан иностранцев зарегистрировано в системе. По сравнению с прошлым годом, этот же период, получается, в прошлом году было 612. Ну, чуть-чуть больше. Да, чуть-чуть больше зарегистрировано в этом году. И еще у нас плюс онлайн-регистрация через сайт идет более 10 тысяч зарегистрированных. Если мы возьмем по странам, то у нас, как всегда, лидируют по регистрации граждане Узбекистана и на втором месте граждане России регистрацию проходят. Если вот общее количество 600 с лишним, то из них около 280 тысяч это узбекские граждане и более 600, где-то около 270 тысяч это граждане России. Немалое количество. У меня такой еще вопрос. Распространяется ли вот это изменение на граждан других государств? Вот вы коснулись о том, что это ИАЭС были достаточно лояльные условия пребывания. Узбекистан не входит в это число. Граждане Турции имеют право у нас находиться 90 дней. То есть распространяется ли это обязательно условие регистрации на вот такие граждан этих стран? Анна, у нас очень много студентов из Пакистана, из Индии, которые здесь учатся и которые очень продолжительное время находятся. Как с ними дела обстоят? Да, следует отметить, что каких-либо исключений из данных правил для отдельной страны нет у нас. Это для всех, у кого есть возможность безвизового въезда в Кыргызстан. То есть это в отношении граждан Индии и Пакистана правила не поменялись. Визовый режим до сих пор действует. То есть изначально в них срок пребывания исчисляется согласно визе. Что касается граждан Турции, например, Монголии, Украины и так далее, с кем у нас есть двойные, ну как бы двусторонние соглашения. В рамках двусторонних соглашений мы как бы в рамках обязательств мы исполняем, например, граждане Турции, перечисленные страны. Это 90 дней безвизового режима в рамках 180. Что это означает? То есть это 90 дней он здесь пребывает, то есть независимо от цели, визита и так далее. Но дальше он должен либо легализоваться, то есть продолжить свое пребывание цельно. То есть он учится в качестве члена семьи или работает и так далее, получает соответствующие разрешительные документы. Мы его здесь легализовываем без обязательного требования выезда. Если же он говорит, что это у него частный только визит имеет характер, то тогда мы его просим выехать. Следующий въезд возможен по истечении 90-х, аналогичного периода пребывания. То есть периода пребывания. Если он хочет до этого срока заехать, то это будет соответствующим как бы визе должен. Но если позволите, вот как раз таки по эффекту предыдущего вашего вопроса мы им коллегам задали. И вот я хочу сообщить, что в части визы это тоже значительное увеличение идет. У нас, например, прошлогодний наш предел это было 84 тысячи, если сухие цифры брать, то сейчас мы уже за 11 месяцев мы достигли 120 тысяч. Но треть выросла, это хорошее. Да, это на 30% увеличивается. Именно увеличиваются запросы на долгосрочные визы. Это на трудовые визы, учебные, либо в качестве следовательной семьи. То есть эти три категории мы значительно наблюдаем. Большой поток пошел где-то с начала сентября, когда информационная волна пошла первой. Ну и позволю себе отметить за наших других коллег, которые в сфере внешней трудовой миграции. Это вот Министерство труда и миграции. У них, например, показатели тоже значительно были использованы, если брать тоже опять-таки сухие цифры. В прошлом году, как вам известно, у нас ежегодно идет утверждение квоты на привлечение иностранной рабочей силы. То есть иностранцы квотировано работают у нас. Предельная квота там порядка 16-18 тысяч утверждается. Она забита полностью? В прошлом году, вот я хотел сказать, в прошлом году осваиваемость этой квоты была 56%. Вот буквально к ноябрю месяце 99% наших коллеги достигли и вынуждены были вносить соответствующие корректировки в решение Кабинета Министерства, чтобы увеличить. Что это означает? Это как бы наш эффект от наших новых правил. Означает, что в первую очередь люди вышли в свет, так сказать. Пытаются легализоваться с доступными способами. Анаргий Беджевил, у меня такой вопрос. Соны у нас есть несколько мест, где происходит регистрация уностранных граждан. Готовы ли были центры обслуживания населения к росту потока таких граждан? Потому что к нам в редакцию поступало множество жалоб. Наши коллеги тоже рассказывали о том, что записаться на регистрацию невозможно. Все стоят по несколько часов в очереди. Главным кошмаром является сон на молодой гвардии. То есть основные претензии к нему были. Прошли ли обучение операторы? Или вот все как обычно по точным режимам? Да, вы правильно говорите. Регистрация уностранных граждан осуществляется в центрах обслуживания населения, а также в территориальных межрегиональных отделах. Это в тех местах, где отсутствуют соны. Но относительно большого потока граждан, да, действительно, поток граждан, особенно хочется отметить, это с территории Российской Федерации, с прошлого года очень сильно вырос. Но тем не менее работа по регистрации осуществляется. И в целях облегчения, улучшения получения данной услуги у нас уже предусмотрена онлайн-регистрация, чтобы граждане не стояли в очереди. Это первая такая вот у нас процедура. Вторая. У нас предусмотрено предварительно онлайн-бронирование талонов, чтобы граждане... Давайте об этом месте поподробнее расскажите, потому что не все знают о том, что можно онлайн-регистрация. Да, конечно. У нас есть приложение Orle One. Данное приложение скачивается в App Store или в Play Market. Граждане выбирают тот сон, куда им удобно обращаться. Заранее бронируют, назначают дату, бронируют время. Ну и подходит сон за полчаса до назначенного времени. Это намного упрощает процедуру получения госуслуги. Деда Джоробекина, вы сказали про онлайн-регистрацию. Анна Генберлиевна тоже. Расскажите, пожалуйста, что это из себя представляет? Через какое приложение? Может быть, завести то, или это еще одно какое-то дополнительное приложение? Как происходит процедура? Это сайт. Сайт, я вам ссылку потом дам. erec.e.gov.kg Это сайт, да. На сайте онлайн-регистрацию. Там нужно будет открывать свой личный кабинет. Могут открыть как физические лица, так и юридические лица. И вот у нас получили доступ к данному сайту для открытия своего личного кабинета юр-лица, в том числе и учебные заведения, где много иностранных студентов. И могут доверенное лицо, которое будет выступать в качестве, которое будут регистрировать. И вот этим студентам практически не надо будет приезжать в ЦОН. Они могут по месту, где они учатся, через вот это вот юр-лицо, получается. Там доверитель может их зарегистрировать. Плюс также юридическими лицами могут выступать и гостиницы, пансионаты. Получают доступ в департаменте регистрации населения. Физические лица, имеющие тоже жилое какое-то свое помещение, имеющие возможность регистрировать, тоже могут открыть свой личный кабинет. И в онлайн формате регистрировать. То есть бумажку не носить с собой? Да. Азамат, у меня еще к вам такой вопрос был. Есть ли какие-то основания в отказе продления регистрации для иностранных граждан? Написана ли какая-то процедура? То есть чего могут опасаться иностранцы? Боюсь, что вдруг не продлят. Ну вот, мне кажется, это вопрос больше коллеги. Вот как такового норма отказа в регистрации у нас нету. У нас регистрируется ровно на тот период, на который человек, например, получил визу. На срок визы регистрируется. Если это срок безвизового режима, например, на 60 дней, то мы регистрируем только на эти 60 дней. Что касается граждан ЕАЭС и стран СНГ, где у нас полный безвизовый режим, и они могут регистрироваться до полугода с дальнейшей пролонгацией данной регистрации в зависимости от цели своего пребывания. Какие цели могут быть? Цели могут быть. Ну, в основном у нас, видите, с частными целями. Трудовые цели. Цели как таковые у нас в основном при регистрации только со слов. Мы не требуем на сегодняшний день каких-то... Это не как шагмент, да? Да, кучу документов. Нет, мы со слов. Сейчас вот, получается, если он с трудовой целью, он должен какой-то трудовой договор принести. Если у него частные цели, то так и записывается, что с частными целями пребывает и еще на полгода регистрацию проводит. Такого отказа в регистрации у нас нет. Если позволите, в продолжении, надо отметить, что природа самого документа, ну, как самой процедуры регистрации, она не представляет собой какой-то разрешительный характер. Регистрация – это такой временный учет, что иностранный гражданин показывает себе и говорит, я здесь фиксирую. Это просто, как вы правильно отметили, это привязка к какому-то месту своего пребывания. Но регистрация само по себе не несет такой разрешительный характер, из которого, исходя, можно было бы отказывать или принимать какие-то меры. То есть, наоборот, это добровольное действие, которое иностранный гражданин. Бывает такое, что вот обращались, вот к Анне Гембердивне вопрос такой, обращались за регистрацией, пришли после обеда, а того, ну, сказали, все, уже не успевают принять завтра. Завтра уже стекает срок регистрации. Кто виноват в такой ситуации? Хотелось бы отметить, да, действительно, бывают ситуации, когда очень много граждан обращаются в ЦОНы, и в целях исключения, опять же, недовольства граждан, да, предоставляют информацию, что талонов уже нету. Не то, что нету, а то, что, возможно, не успеют получить услугу. Вот что касается процедуры регистрации, хочу вам отметить. В отношении иностранных граждан, которых уже, тем более, последний день позволяющий пребывать на территории Кыргызстана, такой нормы нету. Их в обязательном порядке обслуживают. Да, то есть, надо сказать... Да, обязательно предупредить, да, 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 обязательно в порядке. То есть, вот эти девушки-операторы, которые дают общую информацию, вот к ним обращаются, и они решают... Обязательном порядке необходимо предупредить, что это сегодняшний день, это последний день, позволяющий пребывать на территории Кыргызстана, и никаких проблем обязательно в порядке регистрируют. Заболел, забыл, потерял паспорт, просто прогрегистратился, и оказались, что просрочили регистрацию. Как быть в этой ситуации? Кто ответствует? В целом, если отмечать, что законодательно предусмотрена ответственность за нарушение сроков, порядка, продления соответствующих документов, это в виде штрафа административного, 5500 он составляет. Но надо отметить, что в первую очередь иностранный гражданин сам должен быть заинтересован в предпринимать все исчерпывающие меры по продлению своего срока пребывания, если он планирует дальше остаться. В каждом соответствующем государственном органе при продлении регистрации есть соответствующие требования заранее, за благовременное обращение, за 5 дней. У нас, например, на продление визы мы требуем за 5 дней обращения, то есть здесь касается ответственности самого иностранца. Но вместе с тем бывают случаи, когда не по его вине, то есть болезнь и так далее, то тогда при погашении административной ответственности путем уплаты штрафа государственные органы продлевают соответствующие документы. Насильно ободворять никого не пойдет. Нет, Кыргызская республика, как я ранее отмечал, до сих пор использует самый либеральный по сравнению с другими государствами режим пребывания для иностранных граждан, в том числе по наказанию нарушивших порядок пребывания. В первую очередь законодатель дает ему право в течение 30 дней, то есть наложение штрафа, в течение 30 дней он должен исправить свой правовой статус. Каким образом? То есть, соответственно, если он просрочил свою визу, например, он уплачивает штраф, это в местных органах внутренних дел делается, в любом отделении, обращается туда, показывает, то есть самостоятельно это может сделать или путем контролируемого обращения это можно делать, оплачивает штраф. В СОНИ можно оплатить? В СОНИ, к сожалению, нельзя, это налагается только органами внутренних дел. Сотрудники СОНа не являются полномоченным органом, поэтому они направляют, они сотрудники СОНа могут только рекомендовать обратиться в тот или иной территориальный орган по близости и путем погашения штрафа с протоколом и с чеком об уплате он, как дополнительный документ, прикладывает перечень документов, которые должен предъявить. И в зависимости от этого уже идет основание для государственного органа рассмотреть его обращение в качестве... И либо оправдать регистрацию, либо отказать. Да, ну отказа в регистрации сейчас такого нету, но в части виз, например, то есть это более такой весомый разрешительный документ, там оно имеет значение. То есть это все учитывается, там его злостность нарушений и так далее, и так далее, это все принимается. А где можно, в случае, если не продлят регистрацию, ну такое тоже бывает, ну происходит это, можно ли оспорить это решение? Конечно, как и везде, при получении государственных услуг предусмотрен в первую очередь административный порядок, то есть сначала вот СОН, если не обслуживают, есть вышестоящий орган, который контролирует, это департамент администрации населения, можно обратиться. То есть это использовать все возможные способы, которые предусмотрены, как бы, в существующем механизме, да, это вот ДРН, выше ДРН стоит МЦР, уже Министерство цифрового развития, если уже тогда окончательные решения, то есть можно это в судебном порядке. Но, конечно, это допускается, какие, как бы, наш законодатель, он не ограничивает, но таких случаев, я так понимаю, у нас в практике нет. В практике таких случаев нет, а хочется это отметить. У меня еще такой вопрос, вы говорите о том, что статистика стала такая более прозрачная, более качественная, выборка такая серьезная, что дает она вам, какую картину показывает, что, вот, вы сказали, что многие начали выходить из тени, в частности, это наемные работники, да, что еще дает, какую еще информацию дает эта вот статистика по количеству зарегистрированных граждан? Это в первую очередь качество миграционного контроля, то есть, если смотреть на предыдущие года, то у нас, например, там, надстатком, департамент туризма, там, каждый госорган, ну, это, к сожалению, такое было, у каждого госоргана своя статистика всегда была. То есть, например, департамент регистрации населения, оно видит иностранцев только в части регистрации, министерство иностранных дел только в части ВИЗ, там, пограничная служба в части пересечения госграницы, и всегда эти статданные, они разнятся, потому что он, иностранные граждане, при пересечении, как говорит, одну цель, при въезде его он разрешительные документы получает, не получает, это уже, как бы, чуть-чуть, такой разрыв между цифрами большой был. Благодаря выявлению, так скажем, свет для прозрачности, да, у нас уже появляется возможность четко разграничить, что вот энное количество у нас туристов действительно, а там, такое-то количество, это действительно трудящиеся мигранты на территории Кыргызской Республики, это там, члены семьи иностранцев и так далее, и так далее. То есть мы охватываем прозрачность порядка 85%, если, ну, как бы осмелюсь сказать, 85%, тогда до этого момента у нас где-то было 60%, потому что все-таки вот, ну, мы их называем злостные такие нарушители, они всегда есть и, наверное, будут, к сожалению. Ну, еще такой последний вопрос, детей обязательно оттащить при регистрации в ЦОН? Нет? Хотелось бы еще раз отметить, в этом году у нас с июля месяца регистрация иностранных граждан осуществляется посредством единой системы учета внешней миграции, согласно которого по вопросу регистрации имеет право обратиться сам собственник жилья, ну, и с документами иностранного гражданина. При этом присутствие самого гражданина иностранного не обязательно. То есть это спасает ситуацию? Да, конечно. Спасибо большое за такую интересную беседу. Очень много, что интересно, подробности рассказали, подсказок очень много дали. Я напомню, что в гостях у нас были третий секретарь консульского департамента Министерства иностранных дел Кыргызстана Азамат Калазбеков. Спасибо большое за то, что ответила на вопросы. Бопушила Джудас Джурубековна, это заместитель директора Департамента регистрации населения при Министерстве цифрового развития Кыргызстана. Спасибо большое. И Анара Гибердиевна Теленова, это начальник управления документированной населения архивного дела Министерства цифрового развития Кыргызстана. Спасибо большое. С этой стороны я прощаюсь. Желаю вам прекрасного времяпрепровождения. С наступающим вас Новым годом. Хороших каникул. Помните, что Катус Меди любит вас. Катус Меди любит вас.